Здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники! Сегодня у нас кино про советские магнитофоны, в частности, вот такой красавец. Легенда 404. Как говорил дядя Фёдор из мультика советского «Трое с простоклассным», чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. Ну вот, такая историческая вещь, внешнее состояние на большую пятёрку, ни царапок, ничего. Вот разъёмы и дали какие, даже сюда ничего не вставлялось. Значит у нас блок питания вот такой. 15 вольт переменки. Да, переменный. Да, диодный мост внутреннего гритофона. Это две скорости обычные и как можно использовать гритофон. Это наушники советский разъём, а это тут запись, с чего можно записывать было. По-моему выход и вот это вход. Это значит для перезаписи, а это для записи. Значит так. Это у нас легенда 404. До 89 года потом пошла легенда М-404. О, вот это ещё какой-то радиокассета какая-то должна быть. Как она? Используется не знаю. Вроде вставляется на место это и получается приёмник. Ещё есть версия военная, потому что это военный завод делал. Если не ошибаюсь, то есть V85. Точно самое, всё то же самое, только ещё поставлялся в кожаном чехле типа планшета рицерского. Ну из дермантина сделано, чтобы туда вставлять для военных целей. Ещё послушаем. Так, где кассетка? Так, ну это у нас старая модель, а М-404 чуть не до 21 века дожили. Я имею в виду магазины хвалялись, когда уже иначе никому не надо были кассетники, там CD-диски пошли. Так, это по-моему самый долго продаваемый магазин в постсоветском пространстве. Так, с чего тут у нас? О, еле вставил. Так, сейчас я вставлю. Единственное, что вилка под советскую. Розетку сделала и надо через переходник. Так, чтобы Ева в вилку ставилась. Слышен рёв движка. Требезь пластмасски. Какой? Ну да пока. Эти. Подпенсатора надо менять. Громкости недостаточно. И так он громче. И так он громче. И так он громче. Так, это с ногами MP3 с компьютера, чтобы амонтизацию не лишали. Так, а давайте подскрываю это как диктофон звучит. Сейчас включим. Ну, пониже. Так, это вот стараясь, как диктофон. Соответственно, на нас два раза меньше. Соответственно, кассеты два раза меньше. Это больше можно писать. Это вот, эти сигналы у меня почему-то с компьютера, всю советскую технику залазит в воспроизведение. С импорна такого нет. Так что фирменную кассету оборвать нефиг делать. А вот так жестный момент, как оно развлекается. С громким лязганьем кассета выбрасывается. Так и убить можно. Хотя, вот зачем тут крышка? Она больше декоративную функцию несет. Вот еще. Три, два, один. Вот, бум. Так что вот. Вот такая коллекционная штукенция. В офигительном состоянии. Еще пыль маленько почистим. Может быть найдем легенду М404 и В85. Да куча. Ну, чтобы его расколотить, это надо постараться, короче. Пластик такой офигительный. Крепенький такой. Ну, тут, конечно, пыль веков. Где-то он на полочке стоял. Ну, еще постоит. В общем, как-то так. Предложение следует. Там еще электроника 324 нарисовывается. Не знаю, рабочий нет. Хоть покажу. В эксклюзивном рыжем корпусе, коричневом. Хотя они все черные были. Но, по-другому, я не следую. Я не знаю. Я не знаю. Продолжение следует...